В порту Бердянска, занятом российской армией, с утра гремели взрывы. Предположительно, мог гореть десантный корабль «Орск», принадлежащий Черноморскому флоту. По данным ВМС Украины, он был уничтожен в порту, пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы. Минобороны России эти данные не подтвердила. Между тем, боевые действия в Украине продолжаются. Сообщается, что ночью велись обстрелы Киева, Харькова, Чернигово и Мариуполя. За месяц, прошедший с момента вторжения российских войск в Украину, в ходе боев за Харьков на северо-востоке страны погибли 294 мирных жителя, в том числе 15 детей. Об этом сообщили в местном управлении полиции. Город, осажденный российскими войсками, неоднократно становился целью ударов. Утверждается, что огнем были охвачены жилые дома, школы, больницы, коммунальные службы и предприятия. Всю ночь российские войска обстреливали Чернигов. Об этом сообщил глава Черниговской области Вячеслав Чаус. По данным власти Одессы, утром город обстреляли с моря. Волонтеры продолжают возводить баррикады и наполняют мешки с песком для их строительства. Я пытался найти какой-то способ помочь армии и помочь ей победить. Делал достаточно, помогал перевозками, волонтерил, приносил что-то из своей квартиры. А потом, когда у меня совсем не осталось денег, я увидел эту возможность — набить мешки с песком и построить баррикады. Ночью воздушная тревога была слышна по всей Киевской области. Сообщается о боях в Ирпене и Гастомеле. По данным украинских властей, российская армия применяет при обстрелах украинских городов фосфорные бомбы. 23 марта стало известно, что Оксана Баулина, журналистка российского ресурса «Инсайдер», погибла в Киеве во время выполнения редакционного задания. Журналистка снимала разрушения после обстрела подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский. Двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы. Война в Украине идет ровно месяц. Продолжение следует...